Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы видите, здесь у нас с вами молоко и Несквик. Я вообще обожаю Несквик, особенно вот такой вот шоколадный. Каждый мой завтрак в детстве начинался с этого Несквика, а когда его не было, я очень сильно расстраивалась. Сегодня мы попробуем всю эту упаковку съесть за раз. Я не знаю, получится это у меня или нет, потому что я прочитала в интернете, что одна такая упаковка рассчитана на 8 завтраков. Итак, сбоку все это помещаем сюда. Ой, да, здесь даже все не умещается, ребят. Наверное, нужно будет по частям это все делать. Как пахнет, пахнет детством, как я давно их не кушала. Так же я взяла не обычное молоко, а именно деревянное молоко. Мама с бабушкой недавно были в деревне, привезли буквально, не знаю, 5-10 литров молока. Обожаю деревянское молоко. Не знаю, удастся ли мне все это съесть или нет, но я буду стараться. Также, кстати, сегодня хотела вам рассказать о канале, канале моих подписчиков. Зовут их Айхан и Мурат. Передаю, кстати, им огромный привет. Они так же, как и я, снимают и мукбанки, и не знаю, всякие путешествия, и танцы. В общем, очень разнообразный канал именно такого детского контента. Я просто уверена, что вам очень понравится, так что обязательно переходите по ссылке в инфобоксе, так что закреплю в комментариях. И подписывайтесь. Вот сейчас смотрю, у них здесь последнее видео, видео про пиццу. Тоже очень интересно получилось. Мне кажется, чем-то напоминает мои видео. То есть, на самом деле, дети очень талантливые. Родители также стараются, как-то продвигают этот канал. Но без начальных каких-то подписчиков, без базы, очень трудно сейчас на ютубе. Поэтому я вам основательно рекомендую подписаться на их канал. Также у нас с ними есть такая идея. Можно снять что-то совместное. Также обязательно пишите в комментариях, что вы думаете насчет совместных видео. На данный момент у них уже 890 подписчиков. То есть, это неплохо. Мне кажется, нужно как-то разбавлять свой канал. Вот Фатя начала снимать с Рауль Бро. Обязательно смотрите их на видео тоже. Очень сладкий парниша. Я в свою очередь тоже хочу как-то разбавить. Мне кажется, этот детский контент будет очень в тему. Если вы считаете, что это хорошая идея, то обязательно пишите в комментариях. Чувствует мое сердце, что все съесть мне не удастся. И давайте, чтобы не было скучно просто сидеть, я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне в инстаграме. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Такой интересный вопрос. Что ты делаешь после съемки видео? Обычно я сплю. После того, как я ем, мне жутко хочется спать. Если у вас тоже так, то ставьте лайк. Вроде после съемки нужно монтировать, но у меня обычно так не происходит. Монтировать я начинаю рано-рано утром, чтобы все успеть. Особенно, когда сильно наедаюсь. Как только я заканчиваю съемки видео, я сразу иду спать. Странно, да? По идее, нужно как-то прогуляться, чтобы все переварилось. У меня все не по-человечески. Следующий вопрос. Хотела бы ты семью? Да, конечно, в ближайшем будущем когда-то хотела бы. Но в ближайшем это не значит, что в ближайшие 2-3 года. Но сейчас я не готова к этому. Просто представьте себе, например, у меня дети. Как я буду снимать мук-банки? Как я буду монтировать? Я не чувствую себя на свой возраст. Мне кажется, что мне лет где-то 16-17. То есть, пока что семью мне вообще не хочется. Вкусно, прям нереально вкусно. Следующий вопрос. Сколько примерно времени занимает твой ежедневный макияж? Больше всего времени у меня занимает макияж глаз, а в особенности это тени, стрелки. Раньше я не каждый день делала стрелки, но в одном из видео мне написали комментарии. Какие у тебя жирные веки? Не могла бы использовать тени? И тут я поняла, у меня дохрена теней, почему я ими не пользуюсь? Почему я читаю такие комментарии? Вот после этого коммента я каждый день использую тени. Правда, никогда не делаю какие-то, знаете, смоки, какие-то зеленые оттенки. Вот что-то нюдовое, еле заметное. Я люблю так. Да и вообще, я заметила, бьюти-блогеры столько покупают этих зеленых, синих теней. Вроде идешь по улице, идешь, не знаю, в общественном транспорте. Людей с синими тенями встретишь очень редко. У меня такой вопрос. Кто покупает эти все палетки? Если даже покупают, почему вы ими не пользуетесь? Далее. Как назвала бы сына или дочь? Сына, наверное, Руслан. Мне очень нравится. Ну, хотя я не хотела бы сына. Мне больше нравятся девочки. Ну, если у меня будет сына, я его буду любить так же. И назову его точно Руслан. А насчет дочки, не знаю. Это будет какое-то имя, которое будет произноситься на всех языках с легкостью. Какое имя, я не знаю. Пока что не готова ответить на такой вопрос. Классный вопрос. Провела бы целый день с подписчиком и позвала бы к себе в гости с ночевкой. Интересно. Можно, кстати? Будет интересно. Вообще, можно снять, как мы проводим вместе время, снять совместное какое-то видео. Было бы очень интересно по мне. Алька, что для тебя значит счастье? Счастье, это прежде всего гармония с самим собой. У человека может быть все, но он не будет счастливым. Я знаю одного человека, хотя он может смотреть мои видео, и мне понравится то, что я это говорю. Ну, в общем, у него есть все. Ну, все, что вы хотите. Но все равно этот человек недоволен своей жизнью и всегда ноет, что, блин, как все хреново, я хочу уехать. Хотя у него есть замечательная работа, у него есть очень дорогой автомобиль, есть любимая девушка. Так смотришь на него и думаешь, что ты ноешь, а? А что другим делать? Самая главная фишка, чтобы стать счастливым, это просто любить то, что у тебя есть и верить в свои мечты. То есть у тебя это получится. И все. Вот, например, моя мечта на данный момент это 100 тысяч подписчиков до Нового года. Я знаю, что 100 тысяч когда-нибудь будет, но я хочу именно до Нового года. Я так посчитала. По идее, может быть такое, что у меня эти 100 тысяч будут. Но вот это вот реально мечта. И я иду к своей мечте, поэтому я так много снимаю видео. Как понимаешь слово жизнь? Я прям начинаю философствовать. Ну, жизнь это нам дали однажды. Хотя я не верю, что после смерти жизни не существует. Я верю в то, что когда мы умрем, наша душа переселяется в какое-то животное или опять же в человека. И мы продолжаем жить. И не помним нашу прошлую жизнь. Господи, как много. Легко ли было худеть? Если честно, первые 5 дней были очень сложными, но после этого мне просто не хотелось кушать. И даже после того, как диета закончилась, у меня не было такого, знаете, зверского аппетита. первые 5 дней очень сложные. Даже я бы сказала, самый сложный это где-то четвертый день. Я надеюсь, среди моих зрителей нету тех, кто сидят на диете. Сидеть на диете и смотреть мои видео это вообще мазохизм, мне кажется. Маникюр, Фатти, ты делаешь? Да, последний раз делала я. И мы скоро, наверное, будем снимать покрытие и просто наносить прозрачный лак. Она хочет, чтобы ее ногти отдохнули. Было ли в жизни разочарование? Конечно. Мне кажется, у всех людей в жизни когда-либо было разочарование. И это нормально, что люди не оправдывают наши ожидания. Что ты думаешь о людях, которые изменяют? Ничего хорошего, я цензурно о них не думала. Если один человек изменяет, а второму все равно на то, что он изменяет, как можно такие отношения вообще назвать отношениями? или другой просто наставляет рога своему любимому? То есть, я не понимаю такие вещи. Для меня это не норма. Важные три вещи для школы. У меня одна из самых важных вещей это была замазка. Ручка тетрадь. Важнее уже некуда. Что больше любишь, кофе или чай? Я, наверное, предпочту чай. Под настроение, но обычно чай. Хотя на улице жара, казалось бы, куда чай? кофе тоже горячий, но это ладно. Как зовут маму? Мою маму зовут Гюля. Ребята, я уже наелась. Здесь осталось совсем чуть-чуть. Но я уже, если честно, не могу, я уже наелась. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал Айхан Мурат. Если хотите, чтобы я сняла с ними совместное видео, обязательно пишите в комментариях. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. С вами Блайка Эмили. Всем пока.